Привет, друзья! Рад видеть вас на канале YouCanAll. Это канал о здоровье, тренировках и жизни. Друзья, я очень редко вам даю информацию о своих тренировках, показываю свои тренировки, как я сейчас тренируюсь, потому что на канале вы, если заметили, больше сейчас какой-то научный контент, я ознакомлюсь с научными исследованиями на тему здоровья и показываю вам в этих видео, своих видео на канале, потому что мне эта тема больше интересна. Но для тех, кто меня не знает, то у меня есть диплом фитнес-тренера и сертификат тренера. Я заработал его, выучился на английском языке на международной площадке для образования. То есть знаний у меня на тему тренировок очень много, но я, к сожалению, с вами ими не делюсь, потому что просто не хватает на это времени пока. Но я хочу вам показать эту тренировку, свою тренировочку. Она направлена на развитие силы. Я хочу вам поделиться самой идеей, как выглядит моя программа, чтобы дать вам суть. То есть видео для опытных атлетов, тех, кто давно тренируется, не для новичков, потому что я не буду объяснять нюансы техники, как я делаю подходы и так далее. Я хочу дать просто вам идею, если вы опытный, вы для себя сможете что-нибудь новое узнать и, возможно, применить на практике. Итак, давайте сразу же делаю, чтобы максимально коротко вам дать полезную информацию. Итак, в целом, идея моих тренировок, я абсолютно не скрываю информацию эту, я не продаю программы платные, то есть просто вам рассказываю, как я тренируюсь. Это моя абсолютно реальная тренировка, вы увидите, потому что абсолютно реальные веса. Далее в видео я покажу вам конкретно, сколько подходов, каждое у меня упражнение, сколько упражнений, какие веса, вы все увидите, с какими весами я тренируюсь. Мне нечего стесняться, я покажу все, как есть. Итак, идея какова? В своих тренировках в неделе, у меня есть только одна тренировка в неделю, которая направлена на гипертрофию. Всего лишь одна. То есть на одной этой тренировке я тренирую крупные мышечные группы на гипертрофию. Вторая тренировка у меня всегда не направлена на гипертрофию. Она направлена у меня на силу в основном. Или же на поддержание энергетического баланса мышц. То есть у меня всего две тренировки в неделю. Одна тренировка на гипертрофию, другая тренировка на силу. Я показываю в этой тренировке, как я тренируюсь на силу. Эта тренировка призвана... Она как бы легкая у меня. В моей программе она записана как легкая тренировка. Она вам может показаться не очень легкой. Но что я имею в виду, когда говорю, что тренировка легкая? То есть эта тренировка не вызывает у вас очень активного повреждения мышечных волокон, и у вас не идет гипертрофия мышц. То есть после этой тренировки мышцы в принципе не должны расти у вас особо. То есть сила должна вырасти, но гипертрофия нет. То есть мышцы в размере своих волокна мышечных увеличиваться не будут. Если вы понимаете, что, например, порой лифтеры, когда тренируются на силу, и когда они растут после таких тренировок на повторение, на один, два, три повторения, если они растут после этих тренировок, то эти ребята сидят просто на правильных витаминах. То есть правда такова. Обычно вы не будете расти от такой тренировки, если вы тренируетесь на силу. И так, поэтому эта тренировка называется легкой. Она не вызывает у вас от организма такого ответа, что ему нужно очень много заниматься повреждениями, которые вы нанесли своим волокнам. То есть организм не будет наращивать мышечную массу после этого, и эта тренировка будет как более отдыхающая, более на развитие вашей силы. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, ну а мы продолжаем. Итак, крупные мышечные группы – это грудные, это спина и это ноги. То есть я вот разделяю только на эти три части. И только раз в неделю я тренирую какую-то из этих групп на гипертрофию. То есть в диапазоне повторений примерно там 8, 10, вот в этом диапазоне повторений. Вторая тренировка у меня в диапазоне обычно 4 повторения. То есть не менее 4, редко когда менее 4, я не делаю упражнения на одно повторение. Конкретно в этой тренировке, как она выглядит? Она выглядит в виде двух сетов. То есть я так стараюсь в принципе тренироваться. Я даю довольно хороший отдых себе после каждого упражнения. Например, эту тренировку я начинаю с приседаний на 15-20 повторений. Если вы знаете, смотрите мой канал, вы должны понимать, за чего я это делаю. Чтобы погонять гормоны, чтобы гормональный отклик был от организма. И для этого я делаю такие приседания, неполную амплитуду в начале тренировки. С маленьким весом, неполная амплитуда, вы не встаете полностью. Вы садитесь максимально низко, но полностью не встаете. То есть вы не даете крови уходить с ваших ног. Из-за этого происходит хороший гормональный отклик. Про это у меня записано отдельное видео, я сейчас глубоко об этом рассказывать не буду. То есть с приседаний мы начинаем любую тренировку, практически любую. Так вот, после этого, как я сделал приседания, я перехожу на жим лежа на 4 повторения. И после жима лежа я иду делать плечи. После того, как я сделал задние дельты, я возвращаюсь опять к жиму лежа. То есть тем самым я как бы даю организму нормальное время отдохнуть. Вообще на силовой тренировке нужно очень хорошо отдыхать. Не загоняйтесь. Таким образом построена вся моя тренировка. То есть после этого я перехожу на брусья. Делаю брусья просто со своим весом, просто для поддержания энергетического баланса тела. Для энергетической емкости ваших мышц. И заканчиваю эту тренировку я очень крутым упражнением, которое направлено на развитие ваших грудных мышц. Но опять же, я ее делаю на 15 повторений и больше, чтобы не вызывать гипертрофию и не доводить до отказа. То есть отказных упражнений в этой тренировке нет вообще никаких. То есть есть только в одном упражнении на задние дельты, когда делается в отказ. Это маленькая мышечная группа и ее я могу так прицельно вставить в тренировку и потренировать ее на гипертрофию. То есть чтобы вы не запутались, маленькая группа мышц можно потренировать на гипертрофию вот в контексте этой тренировки на силу. Как я говорил, она может показаться вам сложной, эта информация, но на самом деле все очень просто. Обратите внимание на вот это упражнение, которое будет далее, которое я делаю на блоках на грудные мышцы. Это очень крутое упражнение, возможно одно из немногих, которое может вообще как-то изменить ваше состояние грудных мышц. Они начнут у вас развиваться наконец-то. Особенно если вы высокий, как я, у меня рост 1,85 и размах рук 1,90, у меня очень длинные руки. В таком случае очень мало упражнений подходит вам для развития грудных мышц. А вот это упражнение, которое я вам показал на блоках, оно делается в базовой манере. Если вы делаете его на 8 повторений, оно очень классно будет работать на ваших грудных мышц. То есть здесь я сделал на 15 повторений просто для поддержания формы, не до отказа. Как я сказал, нет упражнений до отказа в этой тренировке. Только на задней дельте это упражнение было сделано до отказа. Поэтому возьмите это упражнение себе на вооружение. Вообще здесь очень классное упражнение, которое вы можете в себе добавить в свои тренировки. Просто попробуйте их в своих тренировках, поэкспериментируйте. Они, ребята, работают. Там у меня нет ничего лишнего. Проверено каждое упражнение уже. Это каждое упражнение очень эффективно, и оно 100% работает. Жим лежа, друзья. Жим лежа у меня стоит в этот день на 4 повторения. Жим лежа я не делаю вообще никогда на большее количество повторений. Почему? Делюсь с вами своими идеями, своими секретами, несекретами. Я не верю в то, что жим лежа способен, в принципе, развивать грудные мышцы хорошо. По крайней мере, на мне это не работает. Поверьте, я перепробовал всевозможные варианты жимов под разными углами, разными шириной хватов. Все, я перепробовал абсолютно все. Жимы лежа я не считаю эффективными, по крайней мере, на мне, для развития грудных мышц. Поэтому я оставил только подход такой, когда я тренирую грудные в жиме лежа на силу. И это делаю я не для грудных абсолютно. Я делаю это для верха своего тела, для плечей, для грудной клетки. Да весь верх тела работает в жиме лежа. Даже многие работают, когда вы делаете жим лежа, потому что вы упираетесь очень сильно в пол. Если веса более-менее большие, то работает, поверьте, практически весь организм. То есть это упражнение только для развития моей силы, никак не для развития грудных мышц. Но брусья, например, и вот это упражнение, которое вы видите, работа на блоках, это именно для работы грудных мышц. То есть вот это, вот эти упражнения действительно работают. Давайте я поделюсь с вами еще фишечками в этой тренировке. Возможно, вы просто их не заметите, если я вам об этом не скажу. Смотрите, обратите внимание, когда я делаю жим лежа, дальше, когда будете смотреть видео, там я делаю жим лежа 90 кг. Сейчас я хочу пробить этот вес, потому что я где-то уже, наверное, 3 недели на этом весе нахожусь. И не могу подняться выше. Какую фишку я применяю, чтобы пройти через это? Потому что я знаю, я уже проходил через это. У меня уже был раньше, когда-то раньше, у меня жим был больше 100 кг. И сейчас я хочу вернуться к этому весу. Что я делаю для этого? Я делаю не полную амплитуду в жиме лежа. Вы можете посмотреть, что она довольно короткая амплитуда. Я просто хочу дать организму эту нагрузку, чтобы мышцы почувствовали на себе вообще 90 кг. Поверьте, это работает. Ваши мозги запоминают, они знают, с каким вы весом работаете. Это очень умная система, ваш организм. И мозг понимает, что происходит. Это какая-то особая ситуация, он понимает, что вес большой. В следующий раз вам будет легче работать с этим весом. И этой фишкой нужно пользоваться. Если вы внимательно посмотрите, если вы опытный, вы поймете, я не опускаю локти ниже лавки. Я так, как будто бы я жму вообще на полу. Для этого я сжал долгое время на полу, чтобы понять и почувствовать свой лимит, куда я могу опустить руки. Друзья, зачем я это делаю? У меня, еще раз говорю, у меня длинные руки очень сильно. Если я буду опускать в жиме лежа руки ниже этой точки, я буду подвергать огромному риску свои плечи. И я проходил через это, плечи начинали болеть сразу же. Поэтому можете взять себе на вооружение этот прием. Не опускайте сильно низко в жиме лежа штангу. Возможно, подкладывайте себе какие-то бруски на грудную клетку. Обратите внимание также, друзья, на то, каким образом я тренирую мышцы пресса. И обратите внимание, какие скручивания я делаю, в какой укороченной амплитуде. И попробуйте их сделать. Просто рекомендую, друзья. Вы совсем по-другому почувствуете свои мышцы пресса. Возможно, вы никогда так даже не чувствовали. В конце этой тренировки я заканчиваю видеокардио. Кардио я делаю обычно какое-то интенсивное. И оно обычно у меня функционально. То есть я стараюсь чему-то учиться. И так как у меня есть боксерский опыт, то я работаю на боксерском мешке. Обычно это три раунда. Диапазон пульса у меня обычно на работе на мешке это примерно 120 ударов в минуту. Выше я не должен. 120-140 это максимум ударов в минуту. Не нужно загонять себя на кардио. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Друзья, надеюсь, вам это видео понравилось, было полезно, нашли для себя какие-то новые, может быть, фишечки какие-то увидели для себя какие-то тонкости, нюансы, да? В ближайшее время на канале я постараюсь записать еще какую-нибудь свою тренировку, и я готовлю материал уже по научным исследованиям, по здоровью, готовлю очень классный материал, но постараюсь записать в ближайшее время, в ближайший месяц, наверное, и выложить на канале, поэтому оставайтесь со мной, оставайтесь на канале и увидимся в новом видео, пока! Подписывайтесь на наш канал!